Меня зовут Севальнев Дмитрий, я представляю компанию PC+. Буду немножко модерировать секцию. Со мной также в секции будет несколько, на мой взгляд, довольно высокого уровня экспертов, да, поселу этой Дмитрий Шахов, Алексей Паншин, Яна Серебрякова, ваша землячка, кто представляет Воронеж непосредственно. Я надеюсь, у всех будут интересные доклады. После каждого доклада можно задать свои вопросы. Я надеюсь, получится какая-то более-менее живая дискуссия, поскольку времени, отведенное на каждый доклад, вполне достаточно для того, чтобы послушать спикера и задать какие-то интересные вопросы. Если вопросы будут не обязательно касаться именно темы доклада, то все равно, я надеюсь, если у вас есть какие-то вопросы по SEO, мы стараемся ответить. Моя тема посвящена в первую очередь санкциям, санкциям поисковых систем и таргетирована на Яндекс, поскольку это наш такой основной кормилец, который выдает максимум поискового трафика в различных сферах по-разному, ну от 60-65%, независимо от ниши. И конверсия этого трафика на самом деле оказывается максимальной, поэтому зачастую даже если мы имеем проект с одинаковым уровнем поискового трафика из Яндекса и Гугла, то все равно показали конверсии из Яндекса сейчас получается полтора-два раза выше. Мы пробежимся по основным изменениям именно санкциям. Я надеюсь, что уровень наших слушателей такой, что они в принципе представляют, что такое санкции поисковых систем, как они вообще, за что они бывают, но на всякий случай я произвел такую структуризацию и пометил некой звездочкой такого нововведения 2015 года, которое у нас придумал Яндекс. На самом деле мы видим уже даже по этой таблице, где представлены основные, так скажем, классификации основных типов санкций, за что они бывают, что Яндекс очень-очень активно работает в этом направлении. Очень большое количество на самом деле за ссылочную составляющую, за текстовое содержимое, за поведенческую информацию, за рекламную составляющую, за общее качество сайта. Во всем этом ведется определенная работа в Яндексе, и мы сейчас поймем, какие, на что они направлены, и куда, в общем-то, идет движение алгоритмов антиспама. Ну, чтобы понять, как это работает, я бы хотел начать с того, что, как и любой алгоритм, в Яндексе, да, это алгоритм ранжирования, допустим, там, основанное на машинном обучении, и любая санкция сейчас тоже работает по некому алгоритму, основанному на базисе факторов, то есть это факторы, которые определяются для запроса, для документа, для сайта непосредственно, для региона в том числе, есть свой набор факторов, и он очень часто не совпадает, совсем не совпадает с теми набором факторов, которые оперируют поисковые системы при ранжировании, это абсолютно нормально. Ну, в частности, есть там определенные факторы, которые отвечают за применение такого фильтра, на который недавно нашел такое обновление свое, да, 9-е, 10-е, ну и сегодня, 11 сентября, АГС, которая в том числе учитывает такие штуки, как там количество сайтов, попавших по санкциями на данном IP-адресе. То есть это, мало кто думает об этом, да, до тех пор, пока у нас там нет проблем. При этом этот фактор абсолютно никак не говорит о качестве сайта, на самом деле, и в ранжировании, ну, не может быть использован, так с точки зрения даже логики. Но в антиспаме, когда мы пытаемся наказать сайт и определить, собственно говоря, может ли этот сайт быть потенциальным, там, Дорвием, там, или плохим сайтом, мы такую штуку используем, это помогает, там, поисковым системам повысить полноту определения, точность определения, собственно говоря, сайтов, которые нарушают поисковую лицензию. Почему? Потому что это банально удобно, да, ну, вы сделали, там, 30 сайтов, сетку какую-то, залили их на один хостинг, и у вас все, там, удобно этим управлять, одна единая админка, ну, и Яндекс просто посмотрел, что 20 сайтов нарушают поисковую лицензию, почему 21 на этом же IP-шнике не нарушает, если всего 21. Ну, и так далее, набор факторов, я думаю, каждый из вас уже прочитал, то есть это может быть какая-то шаблонность, там, дизайна, или, там, доля поискового трафика, о котором мы говорим. Но есть и факторы, которые замесно используются и в алгоритмах антиспама, и в алгоритмах ранжирования, это абсолютно нормальная тоже практика, к примеру, там, доля поискового трафика, да. Для ранжирования она может говорить о общем качестве сайта, и в каком-то смысле играть негативную роль, то есть чем больше доля поискового трафика, тем, скорее всего, меньше добавочная ценность ресурса. Конечно, это все сильно очень надо нормировать на тематике, в каких-то тематиках, там, стопроцентная доля поискового трафика – это абсолютно нормально, это в основном тематики, там, какого-то разового действия, да, то есть это не… где не требуется какая-то регулярность, там, посещение сайта. И наоборот, если у нас есть, там, сайты, которые подразумевают привязку к себе, те же самые автомобильные форумы, очень будет странно, если на нем будет, там, сто процентов доля поискового трафика. И такой фактор используется, и может использоваться совместное в ранжировании и в этом. Ну, и есть какие-то большое число факторов, которые используются в ранжировании и никак не используются в антиспаме. Когда мы внедряем любой алгоритм, да, когда поисковая система внедряет любой алгоритм, оно, на самом деле, решает такую дилемму. Сколько сайтов забанить, сколько сайтов из тех забаненных, там, или наказанных, собственно говоря, достойно этого наказания, и сколько мы упустили. То есть, грубо говоря, Яндекс знает, какую-то долю сайтов, которые нужно наказать, и пытается наложить эти два круга. Синим, соответственно, те сайты, на которые был применен алгоритм, а красный, который следовало бы применить алгоритм, и они, ну, никогда не совпадают. Есть какая-то доля сайтов, которые, наверное, стоило бы наказать, но невозможно настроить так алгоритмы. Наоборот, можно просто забанить всех вообще. И, ну, какая-то будет большая доля сайтов, которая выделена синим, не выделена красным, которые, ну, не заслуживают наказания, но так уж получилось. И наоборот, можно действовать очень аккуратно, наказать только тех, которые заслуживали, но зато у нас будет очень много сайтов, которые достойны были бы наказания, но не попали. Это такая настройка носит понимание баланса точности и полноты, да, и любой алгоритм настраивается по этим метрикам. На самом деле, когда у нас идет внедрение, у нас есть еще и понимание того, как при внедрении мы должны не только оценить точности и полноту, а оценить, насколько это вообще портит нашу выдачу. Ну, вот то, о чем мы начинали на предыдущей секции, на самом деле, по CPA, насколько выгодно вообще Яндексу, собственно говоря, наказывать все сайты, которые не несут какой-то добавочной ценности, не знаю, размещают там тысячный рецепт борща. На самом деле, Яндекс сам не знает, насколько это вредно, допустим, забанить или отправить под ЭГС эти сайты. Как это можно понять? Можно понять по пользовательским метрикам, которые замеряются на результатах выдачи. В каком-то смысле Яндекс ставит на свой собственный сайт яндекс.ру Яндекс-метрику и мониторит, как там ведут себя пользователи. И опираясь на эти пользовательские метрики, Яндекс понимает, хорошо ли он произвел изменения или плохо. Одна из таких основных метрик – это с позиции среднего клика, она должна уменьшаться, чем в среднем человек меньше времени ищет нужный ему результат, тем лучше, и количество там найденных, открытых результатов на один запрос. Тоже чем меньше, тем лучше. То есть, если пользователь поисковой системы нажимает неожиданно по 25 сайтов на каждый поисковый запрос, наверное, ему очень сложно найти результат, и Яндекс будет стараться уменьшать. Соответственно, отслеживая два этих, на самом деле, конечно, гораздо больше параметров в динамике, можно понять, насколько тот или иной алгоритм у нас вообще удался. Окей, пока мы разобрались, мы поймем теперь, какие, собственно говоря, у нас основные нововведения в этом году. Ну, самое такое шумное, хотя не самое, на самом деле, масштабное нововведение – это Яндекс.Минусинск, новый алгоритм, который направлен на понижение сайтов, которые злоупотребляют продвижение, наращивание восходящих SEO-ссылок на себя. Основное управление алгоритма – это, собственно говоря, просадка непосредственно позиций, где-то в среднем 20 пунктов по любым запросам, в том числе в свое время по виталиям. Сейчас этот пункт вычеркнут, но в целом это определенными костылями Яндекс поправлено уже после реализации алгоритма. Все, кто не слышал про Минусинск вообще, ничего, ни слова, все знают, а вот два человека не знают. Это такой город, Минусинск. И у Яндекса есть такая традиция славная называть все свои алгоритмы, которые, значит, он внедряет, как будто он играет в такую игру города, называет на последнюю букву обычно. Ну, предыдущего названия. Вот Минусинск следующий оказался, и Яндексу очень нравится. Они так веселятся все время, какие-нибудь новости с городского портала Минусинск цитируют, и, значит, при этом выкатывают новое обновление алгоритма, где там сотни коммерческих сайтов теряют 90% поискового трафика из Яндекса, люди увольняют штат, которые у них наняты, Яндекс веселится очень сильно. Но все остальные знают, а кто не знает, можно там почитать, собственно говоря, как это происходит, просадка только именно из Яндекса и так далее. Ну, вот характерная такая динамика, что я хотел бы сделать, ну, здесь там основную донести мысль, что на самом деле фильтр оказался не такой уж и сильный, и на практике оказалось возможным снять санкции, в том числе, там, за очень короткий промежуток времени, но это вот динамика видимости одного из сайтов по ряду категорий при наложении фильтра в Минусинск по рейтингу мегаиндекса. У мегаиндекса есть довольно большой пул запросов, и он там бесплатным образом выводит, собственно говоря, как менялась динамика по Яндексу. Видно, что он там как-то росла для какого-то проекта, упала практически до нуля, здесь примерно календарный месяц, и сайт вырос. Это довольно хороший кейс, на самом деле, который говорит о том, что таких сайтов, которые вышли из-под санкций, на текущий момент сам Яндекс назвал порядка 500, ну, на нашем мониторинге, на мониторинге нашей компании, там на порядок меньше, но порядка 50 сайтов, в которых мы видим, что с ними происходит, и что они сняли санкции, то есть это вполне такая хорошая, хороший профит, но есть много подводных камней, которые говорят о том, что на самом деле не всегда можно снять ссылки, есть такая штука, как вечные ссылки, что надо реинвестировать в снятие этих ссылок и так далее. Но это одна из типов санкций, которые очень важно учитывать. Мы провели небольшое такое исследование, собрали большое число таких сайтов, которые попали под первые волны Минусинска, пробили их параметры, ну, это на самом деле исследование просто в Excel проводится, пробиваются все параметры, выгружаются в Excel, после чего можно там строить сводные таблицы. Ну, и выяснили, собственно говоря, зачем нам это было нужно. Нам было это нужно для того, чтобы понять, а какие допустимые пороги по ссылочной, входящей ссылочной массе и вообще по ссылкам на текущий момент рассматривает Яндекс, каким числом было бы безопасно оперировать для нашего сайта. Яндекс не скрывает, что основными двумя факторами, которые анализируются, это является абсолютное число SEO-ссылок, то есть какое количество вообще он видит SEO-ссылок, даже если будет быть точнее, не SEO-ссылок, а уникальных доноров, которые ссылаются на ваш сайт и определены Яндексом, классифицированы как SEO. И доля этих ссылок в общем-то сущном профиле. То есть если у вас, допустим, тысячу SEO-ссылок, то понять много это или мало можно только оценив, сколько у вас естественных. Ну, это, наверное, совсем понятно, да? И вот выяснили, собственно говоря, что есть там какие-то минимальные сайты, которые по оценкам соответствуют вот такому порогу. То есть столько вот уникальных доноров у них есть. Такие рекордсмены, в кавычках, да, неудачники самые, с минимальным числом ссылок, они вроде никакое большое, там не тысячи, десятки тысяч SEO-ссылок наращивали, но при этом попали под санкции. Вот. И второе, есть такой самый молодой рекордсмен, который показывает, почему, ну, интересно было это показать, потому что совсем-совсем молодых сайтов, попавших под Минусинск, нет, и это во многом говорит о том, что Яндекс анализирует еще и возраст ссылочной массы. То есть если ссылочная масса была наращена совсем недавно, то Яндекс размаривает определенную долю вероятности, что эта ссылочная масса, допустим, наращена конкурентами. Но при этом, если она стабильная на протяжении нескольких месяцев никак не меняется, то с большой долей вероятности это именно ваша ссылочная масса, вы ее управляете. Это связано с тем, чтобы повысить точность определения сайтов, которые именно продвигаются с помощью SEO-ссылок. Самый молодой сайт, который удалось тогда найти, это там конец 2013 года, то есть, ну, довольно уже старый, хотя понятно, что в топах много сайтов и до 2014 года, и до 2015, которые активно уже продвигают SEO-ссылками. Ну и вот такая, в общем-то, базовая сводка, которую я бы хотел почти практической рекомендации привести. Мы для себя в компании поняли, что если у нас на сайте нет вообще никаких естественных ссылок, то где-то около безопасного числа будет находиться порядка 400 уникальных SEO-доноров. И что важно, что у Яндекса есть такое срабатывание, что пороги могут постепенно понижаться. Но на текущий момент этот порог, на наш взгляд, является довольно безопасным. Если вы занимаетесь этим продвижением, я бы, наверное, рекомендовал придерживаться таким рекомендациям. Окей. Дополнительные рекомендации при наращивании ссылочной массы тоже можно дать. И вообще практика продвижения в компании у нас приводит к следующему, что Яндекс понижает в целом, на протяжении предыдущего года, в целом понижал влияние ссылок как таковых. Хотя, судя по всему, дальнейшие изменения, которые мы сейчас будем видеть у нас, направлены на то, что Яндекс все-таки будет стараться максимум полезного сигнала из ссылок выжимать, старается очищать этот сигнал всеми возможными ему способами. Но на текущий момент можно говорить, что некоторого числа, небольшого числа SEO-ссылок, направленных на один конкретный URL, обычно бывает вполне достаточно для того, чтобы довольно сильно насытить значимость этих ссылок. То есть, нужно уменьшать абсолютное количество ссылок, но при этом сдвигаться в сторону более качественных и наращивать небольшое количество ссылок на каждый конкретный URL, не заспамливая морды отдельно и так далее. То есть, увеличить просто число страниц получателей ссылок на сайте. Про Минусинск, в общем-то, наверное, все, что я хотел сказать. Давайте перейдем к дальнейшей такой истории. У кого-нибудь вообще знакома такая динамика по видимости у своих проектов? Есть кого-нибудь, у кого так колбасит проекты вообще? Серьезно? Вот, только из переднего зала. Короче, в Москве по коммерческим тематикам, почти по всем, видимость ряда сайтов выглядит сейчас вот так. А остальные все региональные только сайты покупают? А? Все колбасит практически сайты, да, очень многие. То есть, видимость вот так. Сайтом ничего не делается вообще. И вот последнее колебание совсем забавное. Там от нуля до 30% видимости по семантическому ядру, чтобы понимали, это, да, видимость сайта в Яндексе в московском регионе по полу запросов. На самом деле, проблема очень массовая. В каком-то смысле есть и клиенты, которые сильно довольно переживают. А что вообще происходит с моим сайтом? Что вы там творите? и спрашивают, когда это закончится. Что интересно, что для большинства, ну, в общем, приличной доле сайтов на периоды падения вот этого сайта, да, там, допустим, последнее падение диагностируется так, ну, фильтр переоптимизации, с которым мы все знакомы. И при сравнении, там, через расширенный поиск двух сайтов можно, собственно говоря, определить, что, скорее всего, это связано с текстовыми санкциями. В том числе на сайтов, которые там несут, не размещают не такое уж большое там село текстов, число. При этом довольно интересно, что для региональных сайтов выдача довольно стабильна, в Гугле тоже довольно стабильно, ну, и наблюдаются некие там такие вот характерные, можно смотреть, волны, другой уже проект, но, в принципе, ситуация абсолютно такая же. Что интересно, да, что наблюдаются, собственно, скорее всего, некие сдвиги порогов, то есть Яндекс пытается понять, наказывать те или иные сайты, тем самым, возможно, мониторит фидбэк по пользователям. Очень часто это происходит вне периода апдейтов, то есть сдвиги эти порогов антиспама, производятся в некие такие свои внутренние апдейты Яндекса, которые никак не сопровождаются апдейтами базы данных. И не всегда, к сожалению, можно обнаружить прямую следственную связь, то есть по трафику и по видимости. Это довольно странно, может, у кого-то есть разгадка, но при просадке видимости не всегда трафик просаживается на соразмерную величину, при этом, естественно, трафик, чтобы провести прямые аналоги между трафиком и видимостью, нужно выделить из трафика сайта только поисковый, только по московскому региону и только из Яндекса. Слава Богу, в Яндекс.Метрике возможно очень просто сделать такой сегмент, который доступен для анализа довольно оперативно. Давайте перейдем к АГС. Ну, про АГС, наверное, все слышали, что есть такой фильтр? Или вот две девушки про минусинус, которые не слышали про АГС тоже, нет? Залом, сейчас уйдут со страхом. АГС – это такой фильтр, который систематически там с 2000, по-моему, ну, восьмого точно года направлен на подавление, соответственно говоря, сайтов, которые не несут добавочной ценности какой-то, да, говносайт их еще называют и так далее, да, АГС можно расправить там как анти-говносайт. Вот недавно один из постов Яндекса был обновлен, и от 8 сентября они написали, так скажем, что, ну, мы обновили нашу версию алгоритма, и теперь основная наша задача будет, она меняется все время, основная задача Яндекса, как мы понимаем, ну, судя по всем предыдущим изменениям алгоритмов, наказывает сайты, которые непосредственно занимаются торговлей с SEO-ссылок, то есть, фильтр минусинск направлен на людей, которые приобретают сылочную массу, АГС направлен на тех, кто торгует, то есть, в каком-то смысле вся вот этот рынок сылочных бирж оказался со всех сторон обступлен алгоритмами Яндекса, и мы сейчас поймем, к чему это приводит с точки зрения там заработок сылочных бирж, агрегаторов и так далее. Но агрегаторы на проценте отсылок, вроде же, вот поэтому, понятно, да? И в целом, можно сказать, что наблюдается такая довольно массовая сейчас волна. Если мы будем доверять словам Яндекса, то, что действительно, сняв там большую часть SEO-ссылок с нашего сайта, с нашего портала, и мы выйдем из-под санкции, возможно, у нас будет наблюдаться какое-то колебание вокруг более-менее безопасного порога числа SEO-ссылок на сайте, хотя есть такая возможность, что вот сейчас, применив алгоритм АГС, в Яндексе, вот в этой точке, когда у нас там число SEO-ссылок довольно велико, владелец этой площадки просто снимет там свой сайт из ссылочной биржи там сейпы или каких-то там трасс-линков и еще чего-то, просто потому, что он потерял сейчас значимую долю поискового трафика, и хотя этот канал там монетизации через SEO-ссылки для него, может быть, является значимым, он все равно предпочтет отказаться от него в пользу, возможно, каких-то других каналов монетизации, о которых тоже CPI и секции сегодня рассказывали. в том числе и сайтов, людей, которые генерируют сайты для продажи ссылок на биржах. Ну, тут такой некий алгоритм действий, я рекомендую, безусловно, ссылки с сайтов по ДГС снимать, потому что практика показывает, если сейчас никаких нутрних изменений в алгоритме Яндекса не произошло, что они не оказывают ни положительного влияния, а наоборот могут оказывать в том числе и отрицательное негативное влияние на видимость сайта. Ну, для примера, пробивка одного из там пула аккаунтов, сегодняшняя, из 3423 проверок по ДГС оказалось 1383 сайта, что составляет ни много, ни мало, 40%. Если все последуют моему совету с точки зрения снятия ссылочной массы, то это приведет к 40% примерно уменьшению бюджетов ссылочных биржек. Кто-то дает возможность очень крупно сэкономить всего компаниям, похоже. Ну, и для примера, к чему это приводит, характерная картина для одного из крупного веб-мастера, который зарабатывает на продаже ссылок из там рейтиков TopSafe и TopTL, да, этот график дохода его. В предыдущей секции у всех все росло, а у нас все падает. Вот, то есть характерная такая динамика, да, там от 4,5 тысяч до там 3 тысяч, но в процентном выражении это много, да, это те же самые 30-40 там процентов, это динамика, правда, за полгода, но в целом более или менее отвечает картине сегодняшнего дня. Понятно, что любая биржа, которая есть как эта фиксированная статья расходов, да, и она живет на комиссии от проданных ссылок, она может испытывать в данный момент какие-то трудности. Хотя, конечно, запас маржинальности в этих продуктах, на мой взгляд, достаточный для того, чтобы пережить даже такие времена, даже если падение будет еще двукратным. Вот. Тут по-новому алгоритму АГС требуется провести, безусловно, новые исследования, потому что это некий новый алгоритм, обновление, оно не всегда будет вести так же. Но мы делали аналогичное в 2014 году, которое я представлял на конференции в СПИК в Санкт-Петербурге. Там были довольно интересные закономерности, давайте я с вами поделюсь, возможно, в новом алгоритме они тоже наблюдаются. Ну, в частности, если мы будем смотреть долю сайтов, которые там попали под фильтр АГС предыдущей версии и имели на своих страницах сайта блоки Яндекс.Директ, размещенные, оказывается, порядка 4%, которые не имели порядка 35%. Это говорит о том, что на самом деле такой фактор, не фактор, конечно, наличия Яндекс.Директа может учитываться, хотя не исключено, что Яндекс не хочет страховать сайты, на которые зарабатывает, но фактор того, что сайт прошел модерацию со стороны представителей поисковой системы Яндекс и имеет определенный поисковый трафик, как мы знаем, не на любой сайт, с нулевым трафиком нельзя разместить блоки Яндекс.Директа, говорит о том, что вот эта совокупность из этих двух факторов дает довольно хороший профит для, в общем-то, обеления сайта. Ну, как это может использовать SEO-специалист, очень понятно, да, нужно не вот здесь покупать, а вот здесь, да. Окей. Ну и там такая же картина по посещаемости, то есть есть некая характерная оценка 35% среднего сайта, и она довольно резко падает, доля сайтов, попавших под ЭГС, посещаемостью, ну, изначально от 150 в сутки, это уже неплохо, но от 300 она действительно становится там порядка 4%. Ну, это близко к тому числу, который Яндекс.Директ. Так что передача причины, наверное, является именно поисковый трафик. То есть Яндекс при определении, насколько там сайт является говносайтом, не говносайтом, в первую очередь, смотрит, условно говоря, на поисковый трафик. Ну и некая такая золотая рекомендация, в принципе, которой можно придерживаться. По предыдущему логарифму, по-новому, безусловно, нужно еще исследовать, птиц играет роль, наблюдается определенная корреляция с CMS-кой сайта, наблюдаются сильные корреляции, как мы понимаем, с наличием блоков Яндекс.Директ, Яндекс.Каталогом, ДМОЗом, на самом деле, еще трафиком и так далее. Ну, кому интересно, полная версия исследования может по суточке просто пройти, там много довольно срезов по разным параметрам, более 15, по-моему, различных срезов, которые могут помочь. Окей, давайте к накрутке ПФ. Накрутка ПФ – это такая история, когда мы хотим с помощью поведенческих метрик, которые активно мониторит Яндекс, понять, а насколько, не понять, а дать ему подсказку, что наш сайт действительно интересен пользователям. Яндекс же смотрит, на какие сайты нажимают. Яндекс смотрит, какие сайты просматривают, но не кликают. Яндекс смотрит, с каких сайтов активно возвращаются на результаты выдачи. То есть посетили и вернулись обратно. Накрутки ПФ в каком-то смысле говорят Яндексу, ну ребят, ну зачем вам другие сайты? На мой сайт в основном кликают, на мой сайт с моего сайта никуда больше не возвращаются и так далее. И появилось большое число бирж. Яндекс очень сильно обиделся на эту тему. Я рассказывал много раз, почему там есть очень большие профиты с точки зрения этой накрутки. Но риск крайне велик. И как правило, срок санкций составляет на самом деле от 8 до 12 месяцев. Но есть и такие везунчики, но в частности мы уже шутим в компании, что у нас есть такая карма у компании PX Plus, как только сайт приходит к нам на продвижение, несмотря по чем бы он ни был, под PF, под АГС или еще чем-то, у него все будет хорошо. Тут фильтр ZPF снялся с 23 июля за 2 месяца, короче. Это такая абсолютно уникальная история, но такое стечение обстоятельств. От чего зависит срок санкций? Ну такая, может, не очень простая таблица для интерпретации, но срок санкций на самом деле зависит от очень простой вещи. Учитываются ли накрученные вами клики на текущий момент в алгоритме ранжирования или нет? Рассмотрим две ситуации. Ситуация номер один. Вы покрутили пару месяцев, получили вот тут бан, да, ну где-то на втором месяце. Потом произошел апдейт там этих кликовых поведенческих факторов, но, естественно, фильтр там не снялся, потому что вы вот только крутили, на вас он наложился. Потом прошло, допустим, 6 месяцев, и произошел следующий апдейт поведенческих факторов, они целиком пересчитались, и у вас не осталось в истории вот в этот период времени, вы уже ничего не накручивали. У вас не осталось в истории, которая знает Яндекс накрученных кликов, соответственно, уже можно снять фильтр, поскольку он будет нормально ранжироваться. В этом случае срок снятия санкций может составить месяцев 8. Это довольно частая картина. Но может не повезти, может произойти такая ситуация. Произошел какой-то апдейт ПФ, вы там что-то крутите, вас наказали, потом следующий апдейт, у вас накрученные клики еще остались. А уже прошло, на самом деле, 6 месяцев. Накрученные клики остались в истории, ага, продляем санкции, ждем до следующего апдейта. Там еще через 6 месяцев, предположим. И тогда у вас срок санкций раз в 12 месяцев вместо 8. Санкции очень-очень сильные, поэтому я бы, наверное, предостерег крайне всех заниматься этой историей, поскольку профит на текущий момент все-таки не очень соизмерим. Ну и на самом деле последняя штука, которую Яндекс сделал по санкциям в этом году, это мобильные пользователи. Вообще, насколько важен мобильный трафик, это, наверное, все видят, что там на конференции все пользуются. Один Леша Терехов с ноутбуком сидит, ковыряется в интернете, остальные скромненько пользуются своим айфоном или самсунгом. Соответственно, доля постоянно растет, можно взять открытые источники из лайф-интернета и посмотреть, собственно говоря, какая доля на текущий момент. Меня, честно говоря, эта цифра ужасает со временем. Это как SEO-шник, какие-то есть схемы, но надо, понятно, что-то менять. Доля андроида и iOS, но iOS там не сильно меняет, это именно доля. Но Android тут, смотрите, творит какие-то чудеса и доля того же самого, но это даже не браузер, я извиняюсь, а операционная система, тут более характерная такая зависимость. Windows там сильно падает, это не связано с тем, что у него падает количество установок, на самом деле, оно может расти, но доля все время падает, потому что число людей, заходящихся с мобильных устройств, растет. Ну и на что важно обращать внимание, безусловно, надо смотреть срез вашей тематики. Live Internet в этом плане очень классный источник, там есть всегда набор сайтов, пул сайтов, по которым можно посмотреть всю статистику, ну, не привязанную к конкретному сайту, а просто статистику группы, так называемую. И там есть интересные срезы, к примеру, характерные срезы по мобильным устройствам, по времени пребывания на сайтах, с которыми я рекомендую, собственно говоря, соизмерять свои поведенческие показатели. Очень часто люди приходят и говорят, а вот у меня на сайте люди просматривают одну и три страницы, это нормально или там, или ненормально. Сходу можно ответить, что одна, один и три страницы, это очень мало, скорее всего, ваш сайт там неудобный и так далее. На самом деле, посмотрев статистику группы там по Live Internet, допустим, в тематике такси, можно сделать вывод, допустим, что это абсолютно нормальная ситуация. То есть вот это такая, какая-то реперная точка, относительно которой можно, собственно говоря, делать выводы по своим проектам. Ну и Яндекс тоже, в общем-то, наверное, мониторит долю мобильных пользователей. Недавно мы знаем, он и в WordState включил определенный переключатель, чтобы определить статистику именно по мобильной аудитории. Ну и он, в общем-то, опубликовал определенные заявления, которые направлены на то, что мобильных пользователей, бедных несчастных, начали активно обманывать, показывать им какие-то баннеры на весь экран и так далее. И он начал пессимизировать эти сайты. Ну, относительно заявления, даже не знаю, что добавить, в принципе все понятно, агрессивная реклама или какие-то автоматические мобильные редиректы, которые многие использовали для монетизации. То же самое, заходишь на сайт, попадаешь, там можно настроить редирект именно для мобильных пользователей, допустим, по какой-нибудь партнерской ссылке куда-нибудь еще. Ну, такая активная монетизация. И Яндекс старается пессимизировать данные сайты, уменьшение на них доли поискового трафика. В качестве примеров такого характерного использования, как это не нужно делать, Яндекс сам приводит три таких примера с айфона, заряженного на 100%, что, наверное, сейчас редкость в наше время. Поэтому, ну, тут, тут, наверное, даже особо нечего добавить. Давайте я вам представлю некоторые выводы, которым я бы хотел, чтобы каждый сделал относительно моей презентации. Я даже позволю их себе зачитать, поскольку не помню их наизусть. В первую очередь, важно, чтобы вы понимали, что Яндекс очень активно, на самом деле, разрабатывает санкции, как внедряет новые, такие как Minusinsk, допустим, да, или там мобильные, так и дорабатывает и актуализирует старые. Вторая важная вещь, то, что на самом деле санкции на текущий момент способны очень сильно изменить картину видимости не только вашего конкретного сайта, но и целиком, всего топ-10. И это на самом деле говорит о том, что это такая очень полноценная часть алгоритма, которую нельзя не учитывать. И поскольку мы не можем ее учитывать, на самом деле, нужно очень иметь возможность оперативно производить диагностику проблем. На самом деле, у многих сайтов, которые находятся в топ-10, наложены санкции, да, там они могут получать гораздо больше поискового трафика, если снимут фильтр переоптимизации, допустим, с ряда страниц, которые они продвигают. Ну и я бы крайне предостерег всех, кто находится в этом зале экспериментировать с накрутками поведенческих метрик, поскольку практика показывает, что автоматически они снимаются где-то сроком от одного календарного года, и на мой взгляд, это такой срок, который может похоронить, наверное, любой, даже вполне успешный там e-commerce, уж тем более проект, который не всегда работает с очень большой там маржинальностью. Если у вас будут какие-то вопросы, я буду рад ответить на них, наверное, прямо сейчас, чтобы не забывать. Я чуть-чуть подзатянул, надеюсь, что не очень вас утомил, и все мои презентации можно, в принципе, скачать либо в разделе Pixel Plus самостоятельно найти их, либо на слайдшире, я думаю, что кто интересуется, обязательно их найдет. попрошу кого-нибудь может помочь с передачей вопроса. Всем спасибо за внимание. Дима, небезызвестный тебе Роман Морозов, несет в массы то, что поведенческие факторы можно крутить, у него там уже 6-0, 7-0, 10-0 появится. Вот, два, значит, в прошлом году, да, запросы, промокод Ламоды, который там приносил прошлым летом 30 тысяч рублей в сутки, но вытягивался в топ поведенческим за 4 месяца. У меня были такие эксперименты свои, чужие, вот. Сейчас Яндекс за это наказывает, за одно заказывает, за другого. Что делать? Ну, на мой взгляд, вопрос, конечно, вечный, что кто виноват и что делает. Ну, виноват в том, что такие сайты накрученные присутствуют в том 10, безусловно, в каком смысле Яндекс, на самом деле, показав очень мощный пример, в конце там 10-го, 11-го годов, что накрутка поведенческих могла вытягивать сайты в топ моментально. Со временем они там начали зреть. Что делать? Я рекомендую сделать ставку все-таки на большое число поисковых запросов, это очевидно. Я уверен на 100%, что если там один ключ промокода Ламода приносил там 30к, предположим, профита в сутки, то значит, что вообще в целом, если собрать все запросы в тематике промокода, то можно зарабатывать сильно больше. Их очень мало. Конверсионных очень мало? Да. То есть идет рубка именно за какой-то небольшой пул конверсионных. Скорее всего, нужно, значит, тогда, если мы видим, что какие-то сайты накручиваются, обращать внимание представителей поисковых систем, я не считаю вот у меня ничего такого зазорного. И продвигать честными какими-то, ну как честными, какими-то более-менее вменяемыми средствами, да, потому что, на мой взгляд, все-таки, можно, конечно, сделать 10 сайтов, запулить их все, там, условно, в сервис накрутки, 5 из них забанят, 5, наверное, нет, а может забанят, но не сразу, но это уже крайне близко к технологии Дорвея строения, где, как мы знаем, средний срок жизни Дорвея, условно, в поисковой выдаче два дня, да, он успевает себя купить и еще на следующий заработать. Поэтому я бы рекомендовал, наверное, запастись терпением в этом случае. А почему с Гуглом таких проблем нет? Гугл, на мой взгляд, не очень видит проблему такую, да, но, как и ранее, как ранее, поведенческие в Гугле тоже уже не так бодро работают. То есть, раньше, реально, накрутка поведенческой в Гугле давала профит, в том числе, там, за 3 недели можно было реально хорошие запросы в топ-3 вывести. Сейчас я, Гугл активно очень-то фильтрует, и проблем нет, я думаю, связанных с тем, что, если он будет очень сильно наказывать, так сильно, скорее всего, поднимется очень большая шумиха вокруг этого и просто объем вливаний в эту сферу будет очень велик. Ну и, как мы видим, на самом деле, вторая причина, почему Гугл не обращает на это внимание, связанная с тем, что Гугл все-таки ориентирован на западные рынки и там как-то мастера чуть более дисциплинированы, что ли. То есть, если им предложишь такую какую-то жесткую модель продвижения, то многие из них скажут, ну, понятно, опять русские, нет, мы с вами не работаем, там очень в плане негативно. Наверное, так. Дима, у меня такой экономический вопрос. Яндекс с вводом новых фильтров открыл, по сути, новый рынок для слошников, по снятию фильтров. Объясни нам, пожалуйста, чем отличается снятие фильтра Минусинск в Пиксель Плюс и в условной Пупкин и Партнеры. Если методика, в принципе, одна и та же, отключить ссылки, побыстрее там реиндексировать места, где раньше эти ссылки стояли. Ну да, я понял твой вопрос. Во многом методика, если конкретно про Минусинск говорить, то тут нужно, во-первых, очень четко понимать свои действия. То есть, я тебе рассказывал про кейс, где люди потеряли там под несколько сотен тысяч поискового трафика в день из Яндекса на Папашу, под Минусинской, сидят, ждут, пока, значит, какой-то придет эксперт и уверенно скажет, что делать. То есть, мы, наверное, отличаемся тем, что мы точно знаем, что делать. А. Б. Мы можем и знаем, как быстро переиндексировать доноров, которые, собственно говоря, были бывшими донорами, тем самым ускорить срок снятия санкций. И С. Ну, можно как бы немножко подключить аналитику, если у нас действительно там какое-то очень большое число ссылок, можно оставить часть из них и тем самым немножко сохранить, улучшить позицию в угле. Ну, такие, наверное, основные отличия. Но в целом понятно, что методика можно там конкретизировать одним простым словом, вывести весь бюджет сейпа, севопульта и так далее и ждать. То есть, в принципе, плюс-минус, разницы никакой. Артур Лалатыпов рассказал, что они там научились сохранять большое количество ссылок. Ну, суть не в этом. Скажем так, обсуждая с небезызвестным тебе Никулиным аналитиком Демисы, кто не знает. Он говорит, что у него уже достаточно кейсов, где ссылки были ради избежания минусинска сняты, и в итоге диагностируется потеря позиций. И в Гугле, и в Яндексе в том числе. Что делать? Да, безусловно, нужно просто менять свой подход к ссылочному. Я реально вижу, что многие работают по принципу, если запрос не идет в топ-10, давай купим побольше ссылок. На текущий момент этот парадигм просто не работает. То есть, нужно максимально увеличивать число акцепторов получателей ссылок и минимизировать число ссылок, которые мы направляем на каждый поисковый запрос. Это, на самом деле, немножко дефицирует риски. Второй совет, о котором мы говорим, очень, на самом деле, активно работать с ссылочной массой, то есть, снимать ее периодически, почищать активно, не бояться искать новых доноров. Ну, это основные какие-то такие вещи, которые я вижу. В принципе, можно сказать, что доля ссылочного влияния на текущий момент не превышает, мне кажется, грубо какую-то оценку 10-15% от профита. Поэтому я думаю, что просадка даже со снятием всех ссылок не будет там больше реально 15% по Яндексу, по трафику, я думаю. То есть, ты считаешь, что Яндекс говорит правду, когда говорит, что снимете, ничего не будет? В краткосрочной перспективе это действительно практически всегда так. В долгосрочной перспективе все-таки мы в компании придерживаемся той политики, что ссылки нужны. То есть, не в таком количестве, как их, может быть, многие держат, 25 тысяч арендованных ссылок с непониманием вообще зачем нужны они, не нужны. Такое тоже мне. То есть, нужна какая-то золотая середина, какая-то небольшая ставка на ссылочные, не знаю, почти на любой проект тысячи ссылок вполне достаточно. Просто Костя Леонович, куратор проектов САПИ у нас на… Как это куратор проектов САПИ, крупнейшей ссылочной биржи в Ронейте. Да, да, да. Он два года назад на нашей конференции в Калининграде приводил слайд, где показывал там донора, который скупает суточный бюджет, там, миллион рублей в сутки. То есть, если он снимет… Тут в силу вступают уже другие немножко ситуации, которые направлены на то, что Яндекс негативно, ну, скорее всего, это не этот фильтр как таковой убрали, но раньше Яндекс крайне негативно реагировал на снятие большого числа ссылок. И даже скорее это играло в минус не ранжирование, как таковое могло играть, а именно наложение какого-то такого неестественного поведения ссылочной массы. Если они снимут, ну, конечно, да, скорее всего, не просяют. То есть, в случае, если у тебя миллионный расход, то, наверное, уже нужно индивидуальный какой-то подход действовать, снимать по каким-то категориям, смотреть, что меняется, то есть, какие-то АБ-тесты с Яндексом проводить, по сути. Просто тебе не кажется, что Яндекс сдерживает ссылочные апдейты, и в итоге мы видим немножко другую картину, гламуризированную, для того, чтобы народ продолжал снимать ссылочное дальше. Так оно и есть, скорее всего, да. И потом в какой-то момент рубильник повернут, и топ-10 будет не узнать. Может, его как раз последние колбаса, которые ты показывал, может быть, об этом. Если я рекомендую вот такую вот стратегию придержаться, то есть, на каждый урл оставлять все-таки как минимум 3-10 ссылок. Даже не знаю, где это у меня тут. Нет? Не было этого слайда здесь. Было, было. Вот первый, да. То есть, на каждый урл оставлять там 3-10 ссылок, это обычно бывает достаточно, чтобы насытить так называемый там BM25, да, по анкор-листу, и, ну, статически там ссылочный пережанок там, безусловно, просядет, но не так сильно. То есть, это на самом деле позволит во многом сохранить поисковый трафик. Ну, по нашей практике. Ну, такую разметку можно же и перелинковкой сделать, как вот небезызвестные тебе Шостаковы делают. Перелинковка тоже, да, но, знаешь, как бы, это немножко разные факторы просто в принципе. Ну, там, статического веса, да, вернее, внешнего не будет. Внешнего не будет, статического будет передаваться тоже значительно меньше. По внутренней перелинковке где-то там примерно на порядок меньше передается, чем по внешним ссылкам. Про статический вес если говорить. Может, еще у кого-то вопрос? Ты так предположил, да, там полный зал рук. Роман Шреев, Бинетпро. Значит, несколько вопросов. Вы вообще работаете с информационными порталами в продвижении в Pixel+. Ну, у нас есть несколько сайтов, которые мы консультируем в этой теме с активностью с продвижением очень крупных информационных порталов у нас буквально единицы. Но в целом, да. Отлично. Ну, тогда несколько вопросов. Значит, по минусинску, вот в той выборке, которая есть, есть ли информационные порталы? То есть, какие-то попали туда? Да, есть. А какой их процент примерно? Информационных сайтов процент, ну, наверное, несколько десятков процентов. Вот так. Больше коммерческих. Понятно. Значит, еще вот в начале, на первом слайде было по поводу антиспама, один IP. Все-таки на одном IP, когда много сайтов или мало сайтов, что хорошо? Хорошо, когда мало сайтов, тем самым Яндексу нет какой-то дополнительной информации относительно негатива. Второе, Яндексу есть краулинговый бюджет, так называемый, то есть бюджет, который он может просканировать страниц для сайтов на одном IP. Соответственно, если у вас большой информационный проект, размещая каждый сайт на каждом IP, вы просто повышаете полноту индексации, что, наверное, хорошо для информационного сайта. Одна из основных метрик, да? А переоптимизация, вот было предложено, то, что мы выбираем какую-то группу сайтов, да, то есть на которых смотрим параметры, там, допустим, по количеству просмотренных страниц и так далее. Это берутся сайты по пересечению, по выдаче конкуренты или какие сайты мы анализируем, как группа? Про фильтр переоптимизацию? Да, да, да. Там немножко по-другому. Для диагностики используется довольно простая идея, что вот в случае просадки какого-то поискового запроса, да, ну, видимость складывается из большого полу запросов, мы можем взять выдачу Яндекса по этому запросу и сравнить с помощью операторов расширенного поиска, есть такие операторы сайт, дветочие, или и сайт, с другими сайтами, которые находятся выше нас. Таким образом можно диагностировать наличие этого фильтра. Вот я про что рассказывал, соответственно, ну, я много раз про это рассказывал, поэтому кому интересно, легко найдет эту методику. Соответственно, вот про это. А с точки зрения смотреть, сколько страниц просмотрено и так далее, это я просто рассказывал про некую нормировку поведенческих факторов на своем сайте, чтобы понять, нормальные у вас поведенческие факторы, хорошие, плохие относительно средних тематики. Это live-интернет надо подключать, соответственно. А вот как понять, какие у меня факторы поведенческие в тематике, если у меня, допустим, узкая, какой-то узкий сегмент, ну, допустим, там, ремонт какой-то конкретной марки, да, то есть мне ориентироваться на сайты автору или на узконаправленные проекты, которые я считаю конкурентами? Я бы рекомендовал, конечно, на узконаправленные проекты, если Яндекс действительно выделяет это как отдельную тематику, потому что на самом деле не факт, что вы имеете ту же классификацию по тематикам, что и Яндекс. Если мы видим, что в Яндекс-каталоге эти сайты все в одной тематике, то вполне возможно для меня нужно ориентироваться на более широкий пул сайтов. И последний вопрос. Что за способы индексации, ускорения индексации, переиндексации вы используете в рамках компании, которые прям так быстро увеличивают? Ну, там используется определенная сетка твиттеров довольно прокачанных, которые можно запулить просто большое число ссылок, и Яндекс по ним быстренько ходит. Это в свое время очень хорошо работало, в свою часть похуже, но в целом позволяет довольно хорошо ускорить. Есть еще и другие сервисы, они правда постепенно тоже умирают, которые используют твиттер совместно еще с всякими жжешками, вот тоже пулят там большой пул, собственно говоря, ссылок, привлекая тем самым поискового бота. Вот, в свое время работало просто на супер ура, сейчас работает плохенько, но в целом помогает. Спасибо. Пожалуйста. Красимов Артем, добрый день. Подскажите, вот на одном из ваших слайдов было написано, что акцент сделать лучше на хороших, более качественных сайтах, то есть ссылки, да, на хороших, с хороших доноров. Вот недавно я читал одну из рекомендаций, что сейчас лучше отказаться от толстопузых доноров и сместить акцент на мелких доноров, то есть с возрастом буквально там 1-2-3 месяца жизни и таким образом перемещать свою ссылочную массу со временем между такими мелкими донорами. То есть что лучше в вашем понимании? В нашем понимании, во-первых, нужно определиться с бюджетом и числом ссылок, которые вам необходимы. Обычно это делается с помощью анализа конкурентов, собственно говоря, и анализа конкуренции по запросам. Если вам нужно большое число реально ссылок и вы понимаете, что там не ограничится тысячей, вообще никак, то да, имеет смысл сместиться в сторону более молодых, менее заспавленных доноров, размещать их большее количество. если вы понимаете, что можно накопить ссылочную массу и у вас будет достаточно в рамках нескольких сотен, безусловно, мы делаем ставку на качественные доноры, которые долго живут в выдаче и тем самым облегчая свою работу относительно модерации ссылочной массы и так далее. Хотя все равно так иначе они потухают. Давайте, наверное, последний вопросик и тогда к презентации Дмитрия Шахова перейдем, потому что время уже закончилось. Дима еще такой, Сергей Доронин, вопрос такой. Вот недавно АГС новый, очередной, и может быть у тебя есть какая-то свежая информация по аналитике. Кого? Телефон? Ведьма у меня. Александр Алаев, Check Trust Service, он выложил информацию о том, что под фильтры попали не только сайты, которые явно под ссылки, но и даже более-менее качественные ресурсы, которые что-то допродавали. Как по твоему мнению с новым фильтром, как подбирать ресурсы, на что ориентироваться, так, чтобы они быстро не вылетели теперь уже? Да, нужно производить аналитику реально, есть понимание, что это нужно, востребовано, потому что на текущий момент видно, что сайты с очень хорошей посещаемостью, в том числе попали под АГС, а тут уже не работает такая простая метрика посещаемости от и до. Соответственно, каких-то сейчас срезов нет, видно, что характер очень массовый, скорее всего, одна из значимых метрик по заявлению Яндекса будет просто доля уникальных SEO-ссылок относительно числа проиндексированных страниц в индексе Яндекса, и второе, доля уникальных получателей ссылок нормированная на посещаемость сайта. То есть, наверное, вот такие два показателя, мы, в принципе, их оба анализируем при закупке ссылок наших, то есть мы считаем, что чем более посещаемый сайт, тем больше ссылок он может себе позволить продать, и, соответственно, чем больше сайт, тем тоже характерную пропорцию составляем. Нужно посмотреть их, возможно, там будут интересные корреляции, постараюсь сделать раз какое-то исследование, поскольку вижу какой-то определенный интерес в этом, и поделиться обязательно выводами. Всем спасибо за внимание, приглашаю туда. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ МИНОИ Субтитры создавал DimaTorzok